салют друзья приветствую вас на youtube-канале дальнобой 2001 ну вот она серия подъехала так скажем рейс если можно назвать 1 что хочу сказать начинает съемку не самого начала потому что такие обстоятельства были что-то неважно себя чувствовал для отравился или чё вообще как-то не хотел вам такую энергетику передавать на через камеру ну в общем вот как все подправился все нормально себя стал чувствовать выхожу на связь все нормально у меня загрузился я в первую очередь на нижний новгород выгрузился и оттуда же сбора загрузил стекло на калугу выгрузку у меня завтра сейчас я подъезжаю по 108 городу орехово зуево как раз на суток тахограф на девятичасовой поставим перед ахнём за одной девички сделаем какие у нас дела надо забрать наклеечек партию как раз вам объясню как что это получить запорожец на ремонт отгоним посмотрим что у нас там после пятидневного просу и как запустится вот так вот и живем в целом все хорошо что по машине хочу сказать никаких изменений нету все отлично едет заехал купил оригинальный рожок точно такой же как у меня там стоит европейский он лежит стоит юм3 250 может было парочку до тех нового образца польских взять но я не стал думал переделки такси колхозе пусть будет аль в оригинальном виде они отличные рога будет светить классом так что купил оригинал будет привести на базу чек и заодно установить вот он мой город орехово-зуево сразу на душе настроение сейчас заодно надо постирать на матрасник потому что оставляла его на подстраховочку мало ли кто будет работать в итоге доработал человек чтобы тоже там белый матрас не заморался в итоге спасибо здесь смотри что серию машина в целом то хорошо сзади порядок был в кузове все стойки все по местам все ремни все скручено было приятно принимать машину в том состоянии в котором сдавал ждем теперь стрелочку заехал на эрибе заправил полный бак очевидно там не было наличие интересно что там на стоянке почищена нечищена печку надо выключить жара так на таксу вызвать да мы поедем не буду пацанов беспокоить средь белого дня по-любому все на работе так и что у нас тут-то а тут-то у нас нормально все в принципе сойдет пухты к новых камазов сколько ничего себе купил варихозового камаза глядите-ка блин смотри поставил машину свою десятку конечно не камильфа не развернуться не пихнуться да помчет сложен столько непонятностей на базе уазик 1 блин что происходит как сегодня запущена да беда ладно где-то сложила куда-то он улетел в киеве давай рядом с камазами припаркуемся напрямки сейчас охранник выйдет поинтересуемся чуть крыша улетела с кафешка вообще чуть непонятно что за движок аналогичный прям копия родной все как есть ничего не надо будет придумывать креплением так где цена то здесь а вот он и 230 офигеть европой ну зато все окей будет на своих местах сейчас она собой забрать вот этот вот на матрасник в принципе все по вещам я еще ничего не испачкал в чем уезжал в он и приехал из что в нижнем ты было вам рассказать там тоже жалко что не снимал приехала новое место выгрузки тоже заехал на территорию по навигатору по телефону общался женщина там да заезжайте что заезжает они та территория поэтому развернулся там все нормально очищена выезжай улочки не разъехаться вот в такой миллиметраж проезжал с газельку но не с газелькой это сгада как она называется то есть газель а есть полной который такой же него по ухе железные такие вот он вот так вот от моего тента выходила ему зеркала складывал чтобы он проехал в итоге проехали разъехались заезжать на территорию а там видно грейдер недавно только по основной дорожке прошел и заложил эту территорию заезд на скорости там я заскакивал супер уже прям думающая все встрянет дорогу перекрою еле-еле как проехал слава богу поставил на выгрузку выгрузился все нормально не в бар вану так целом все нормально в бар приехал машин куча встать негде ожидал своего времени дождался заехал в итоге два часа потом простоял пока там все загрузили потом ко мне только да друзья не представляю такую ситуацию попасть какие убытки представьте машина будет сколько стоять на ремонте пока все разберутся видно на бок вообще легла грязи сколько не дай бог кому-то оказаться в этой ситуации поем посмотрим что там за камаза взяли эти волю какая загнали все мэрс отдыхает начатом удречь резина читами метан или газа дизель минусы код автономка работает на на охраняет тут спит как странно это уже автономка проедите там запорожец увидите запорожец остановите вот держите пахучку вам подарок до свидания ну конечно немножко под снегом как думаете запустится дополнительные фонари туманники лежат красотка запустить ее сгонять за наклейками погнать сервис ну как сделаю друзья будет в гараже стоять сейчас просто думал не сам погоню чтобы человек который будет забирать чтобы ему гараж не лазит лишний раз поэтому оставлю на улице ну ничего видите сам приехал сам отгоню кстати к этому всему еще не работает подсос так пульт аккумулятора пульт автономки не сел моргаешь и зарядка есть так что у нас там с уровнем масла масло есть все окис масла топлива чуть прокачали ну что пробуем запустился запустился всего вот так вот работает на холостых все отлично тихо тихо так что друзья даже переодеваться не стал думы сразу все дела пока светло сделаю так прям поехал дальнобойных тапочках галоши ну что машина отлично печку даже включать не буду смысла нету на улице не холма в машине не холма у снега тут полетел и поехали потихонечку и поехали потихонечку оба все сразу развернута кушка закрываем глушим запчасти я уже загрузил что нам менять будет сейчас вам покажу тоже чё там будет пойдем сдэк так друзья мы сейчас машине что посторонних звуков не было вот сейчас вам все объясню вот наклейки как происходит доставка к вам также через деки отправляет там через зп поэтому чуть дешевле выходит и оплата за пересыл при получении некоторые пишут что им почты удобно да я понимаю некоторых пунктах нет некоторых городах там ну поселках нету сдэка почту тоже буду отправлять ну чуть позже сейчас с деком разберусь а вот почему почта неудобно потому что там если при получении то наложенный платеж какие там проценты короче выходит вообще доставка бешеных денег или же тогда сразу у вас деньги брать за доставку но я не знаю сколько она будет стоить понимаете на почте буду находиться буду каждому звонить писать там столько столько тебе пойдет доставка не пойдет в чем проблема среди доставка вздеки там 200 рублей 250 где-то какие регионы если слишком дорого я не отправлял там писал в сторисах выкладывал типу эти города не отправил потому что 900 800 рублей доходили суммы поэтому надеюсь на ваше понимание а сейчас можете подписаться в соцсетях там я дам знать как я буду готов к отправке потому что надо чтобы у меня выходной как я буду сейчас месяц от работы выходные будут мне спокойно я буду дома выберу день возьму все ваши адреса номера телефонов и пойду на почту сдэк везде отправлять так что на связи есть все поняли и хорошо пахучки тоже должен уже подготовиться скоро будут наличи просто так не так много осталось сразу по несколько штук отправлять и не по одной поехали пока я вам тут записывал это все разъяснял запотели стекла надышал я тут все едем сейчас за хлебом заедем а после уже спокойно в сервис друзья ну что хлеба взяли идемте к вам сразу запчасти все покажу что русские будут изменить потому что телефон садится камеры с собой не взял так смотрите-ка что у нас здесь новый генератор от восьмерки ставлю права проводка разная ремень поменяем и такие вот удоб свет туманочки желтые чтобы было видно все хорошо в настроем так чтобы не слепили так что все будет окей если телефон не сядет еще посниму как буду давать братва хотите верьте хотите нет я включил заднюю скорость сейчас с первого раза просто вот машина как зубного испугалась надо загнать видите задом едет ё-моё вот это кайф все загнали в бокс снимаю на телефон александра мастера который будет заниматься машиной потому что мой телефон сел так что все распорядок мы написали что делать будет и там по факту что еще всплывет так что расстаемся от машины на 10 дней потому что потихонечку будет ремонтироваться не спеша совмещать с работой будут все красотка пока пока друзья резко перенеслись мы на следующий день оборвалась на съемкам сел аккумулятор телефона но ничего уже утро в общем лягушонок на ремонте остался я постирался все уже натянул на матрасник стекла намыл можно выезжать смотрите замерзает замерзает сейчас вот на моем будет замерзать почему так ладно не суть выдвигаемся время 5 утра поехали ох ночной город такой он красивый пустой никого нету уже так приятно по нему ехать построили парк а раньше помню тут стояли в пробке постоянно были что-то там ремонт моста это здесь все зацвело в этом как-то он по первому мае что назывался парк старый еще не сделанный короче как будто заброшенное место было со стороны шашлычка помню там была стадион торпедка торпеда знамя труда уже расцвело и заезжаем мы в Калужскую область на дороге скользко но ничего аккуратненько 70 едем чуть по чуть десять утра будем на месте я не люблю туда в Калугу приезжать к девяти к восьми утра там самый разгар приезжают там много машин выгружать стекло и постоянно толкучка сейчас все выгрузится я как раз на третью партию заеду и спокойно буду выгружаться не торопясь соберу пирамиды а то там вообще будет суета сейчас все увидите мне кажется еще там будут машины застанем уже мне звонят с места погрузки вроде как бы я гружусь с Вольвы ну в завод там где собирают их кстати интересно как там что будет происходить тоже вам засниму покажу вот еще какой момент друзья смотрите видите что подкатываетесь к светофору до конца не ну не сбавляйтесь сколько рассчитать так маршрут чтобы у вас немного на ход было хоть километров 10 а то если с нуля трогаться посмотрите какой накат просто фуры останавливаются разогревается асфальт и чистый галимый лед сейчас я чуть газ пережму и начнем буксовать но мы это делать не будем потихонечку раскочегаримся вот там виднеется завод на котором будем гружаться оттормаживаемся завод кстати где изготавливают стекла на шкоды поверните направо польсваген и тут лишняя скорость не нужно через 200 метров поверните направо их разговорился навигатор только с тфк первый раз есть такое раза три я был здесь может даже четыре чтобы на первом машине в общем очередь у нас две машины здесь третья здесь и четвертая вот первый раз вот со мной грузился в трансавто этот мальчик я приехал полчаса назад я думал приеду очереди не будут в итоге какой то у них тут завал контейнеровозы понаехали а все выгружаемся в одном месте так что ждем куда деваться буквально полтора часика и до нас очередь дошла я считаю оперативненько очень даже неплохо так теперь нам надо попасть вот сюда как будем действовать давайте под свою руку сделаем смотрите к нам наехать сугроб не надо сейчас пройдем сугроб надо будет нам крутануться вон туда нам заехать надо оба лучше ломать под свою руку потому что смотреть некому будет вон там да даже бы она и так сломалась ну ладно давай под свою сломаем чтоб свободно закатаем с первого раза спокойно поставим это есть следы накатанные которые замечательно видно выравниваем машину теперь контролируем обстановку с двух сторон смотрите немножко мутно пересвет не видно что у нас там происходит по правую руку для этого мы ставим на ручник и смотрим что у нас там происходит все идеально мы проходим там мана так что лишний раз лучше выгонуть и посмотреть можно даже немножко подломать к нему все поехали смотрите сколько у нас стекла первый раз я возил 14 пачек короче конкретно груженные мы ну все сейчас что стандартная процедура снимаем тент открываем крышу снимаем ремни и все вот софтрансавто смотри тоже привезла и он в первую очередь будет выгружать он вперед заехал все аналогично тоже жалуется говорит у нас этот тент фиговый тонаровский ну одна и та же система на морозе дубовый так что такие пироги приступим кстати передаю привет Даниле писал мне в инстаграме прям желал моего привета привет я пламенный смотрите кстати почему вот эти вот ворота я увидел мятинки из-за чего они могут образоваться это вот когда подъезжаешь там где-нибудь по обраткам неровная поверхность там отбойники на пусть именно в своем месте стоят и воротины вперед отбойничка доходит и загинается аналогичная та же ситуация здесь смотрите я подготовил обгрузки в общем поменял я пики уже на классику потому что зимой пики это не дело легко сломать об снег так еще они пескоструются быстро что облазит поэтому снимаем их на запас летом возьмем новые поставим по красоте будет сзади еще не так они пескоструются но спереди конкретно все окей быстро быстро выгрузили быстро быстро я сложил пирамиды а то мне зазвонили я уже все растерялся все окей говорит Вольва ждет меня езжай быстрительно поехали 23 минуты нам отсюда ехать закрываем ворота и вперед да пустым ехать по такой дороге это совсем другое дело вообще не устойчив так нас вот встречает Калуга круговое движение второй съезд отсюда уж виднеется аж так о сколько там волевочек новеньких красотень сейчас едем до разворота разворачиваемся и в обратную сторону заезжаем туда на вольт так а вот наш разворот посмотрим как мы тут вписываемся ну я думаю нормально что тут на скользком развернется куда она денется развернется куда она денется развернитесь поморгаем ребятам и крутим малыху на льду в принципе не страшно так крутить на месте резина не рвется главное не переборщить чтобы со скоростью чтоб тебя не сложила и все рассчитать все и прямо да 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 виднеется поскольку воск виднеется сейчас пропустим фуру но вот вы прямо отъедете и проезжаете вот проезжаю проезжаю мануфактуры боско еду прямо так за если будет с левой стороны сейчас вы видите красный mercedes вот к шлагбауму, да? да, 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 вот к желтому шлагбауму подъезжайте и тут вертушка и охрана к охране обращайтесь они на яску сверят вашу спасенную ледону и заезжайте на территорию на территорию заедете у вас ладки и ворота три штуки, вот одни будут открыты сразу и баллы сбьют, заезжайте я вас услышал а сейчас сразу прям, да, вот кратку шлагбауму сейчас, правильно, идите к охране все, принял, спасибо сейчас буду видели, как все отлично встречают, все объясняют, четко погнали все отметил, все охраны, сейчас они все там проверят позвонят, узнают в общем, столько там красавица стоит на любой вкус и цвет красное, черное, оранжевое к ним уже не подъедешь ну, отсюда хоть виды вольвочки ну, я думаю, в этой жизни предстоит мне еще поработать когда-нибудь приму я новую вольву будем с вами рассекать а пока что на таком вот мерседесе и что, все впереди у нас друзья, ночью съемка запрещена туда-сюда машину все облазили что хочу сказать грузиться будем внутрь заезжать бокса сказали боковая ну, раз внутри в тепле ничего страшного даже даже неплохо откроем, загрузим так он сказал подъедешь открытые заезжай вон они открыли где мы груз еще будем вливать пломбы прежде чем они пломбы запечатлю я в каком состоянии груз смотрите коробки вскрытые там была еще одна коробка вот в том углу видно ее выгружали неаккуратно тоже надорвано так что это пометили мы все за впечатление на камеру чтобы если что показать поэтому надо присутствовать на погрузках тем более обратно грузить погнали за шторю все загрузился оперативно как видели там коробки некоторые нарушены были в общем это вот там посмотрел документ куртки вольво курточки вольво повезу в черной грязи мне понравилась погрузка в маечке как видите и туда вспотеть успел спокойно загрузился затантовался все окей никто не торопил все отлично пломбу повесили поэтому я там проблем не будет с этими коробками я под пломбой еду поехали на выезд правда не спасил выезжать так же наверное так же груз у нас максимально легкий что там курточки блин я думаю то на 2 короче красота не груз смотрите какие там вольвочки просто ну наш фиолетовая есть баклажан на любой вкус и цвет любая кабина комплектация загляденье да я бы каким цветом взял я не знаю или черный или вот такую бирюзовую есть там еще такой цвет баклажан вон тут необычно смотрят не баклажан может бордовый отсюда баклажан кажется не какой-нибудь яркий а вы какой цвет дели красный не знаю сейчас на марсе работы красном приелся уже красный цвет в машине всегда идет еще красные вольвочки на выходе кайф есть у меня желание тоже на новую вольву поработать насмотрелся блогера всех все на вольвах один я на мерседесе тут так что у нас там снега снега ладно загрузились выдвигаемся в солнечногорск черной грязи в тот район там выкинем это все по красоте так же всем калужским большой пламенный привет побывал вас тут рядышком все на связи поехали дальше что нас ждет впереди после вывозки это вы увидите следующей серии спасибо вам за просмотр за лайки комментарии друзья сейчас буду штамповать серии точнее стараться это делать вы про меня вообще вот своим активом лайками комментарии прям вот охота еще и еще загружать материал то я раскис немножко с этими блин выходными домашними так что будем работать с этими до вих пор мы как вы по